Здравствуйте! Открытый Кубок Смоленской АЭС в рамках первого тура фестиваля баскетбола 3 на 3 среди команд ЦФО. В групповом мы сыграли такую игру, там рвали и метали, и хорошо, и бездорово, а в других почему-то дальше не получилось, на том же настрое, питься, стараться. Из-за подъема уровня заболеваемости острыми респираторными заболеваниями руководство МСЧ-135 приняло решение о разделении потока пациентов, которые обращаются в поликлинику для взрослых. Те пациенты, у которых имеется высокая температура, либо признаки острого респираторно-вирусной инфекции, они должны обратиться к врачам на прием в здание инфекционного корпуса стационара на второй этаж. Там ведут врачи-терапевты прием с 8 утра до 8 вечера. А пациенты с хроническими неинфекционными соматическими заболеваниями, пациенты, проходящие медицинский осмотр, диспансеризацию или оформляющие документы на санаторно-курортное лечение, они обращаются к врачам-терапевтам, к врачам-специалистам, непосредственно находящимся в здании поликлиники для взрослых. Кроме того, разделены потоки пациентов, которые обращаются по вопросу диспансеризации, оформлении документов на санаторно-курортное лечение и до врачебной помощи. Теперь это кабинет 106. В прохождении платного медосмотра, справки на оружие, наваждение, кабинет 141. К вопросу о тестировании на новую коронавирусную инфекцию. В том же здании инфекционного корпуса, стационара, на первом этаже, организован кабинет по забору тестов. Кто же туда может обратиться? Туда обращаются здоровые граждане, которые направляются на госпитализацию, на санаторно-курортное лечение. С направлением от врача и талончик можно взять в регистратуре поликлиники для взрослых. То есть пациент идет строго по тому времени и в тот день, который указан на талоне. Те, кто недавно прибыл из-за границы или контактировал с больным коронавирусом или имеет признаки заражения, а также люди старше 65 лет с признаками ОРВИ, сдают тесты на дому. Для этого нужно обратиться в регистратуру МСЧ-135. 17 октября в Смоленске во дворце спорта «Юбилейный» прошел открытый Кубок Смоленской АЭС, проводившийся в рамках первого этапа фестиваля баскетбола 3х3 среди мужских команд Центрального федерального округа. В фестиваль входит федеральный проект «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Приятно, что этот фестиваль начался у нас в Смоленской области. Мы уже давно сотрудничаем с Федерацией баскетбола Смоленской области, с Сергеем Геннадьевичем Фоминым. Мы очень много проводим различных турниров 4х4, 3х3 «Планета баскетбол». И у нас охвачена практически вся область, все районы, где мы занимаемся баскетболом. В первом туре фестиваля приняли участие 12 команд из 9 субъектов ЦФУ. По итогам игры десногорская команда САЭС заняла 6 место. В первом матче группового этапа «Атомщики» уступили команде «Бойс» из Брянска. Второй матч закончился победой над рязанской командой «Инвест». В четвертьфинале команде САЭС не удалось одолеть игроков «Орбиты» из Московской области. Позитивный итог был с командой «КуАЭС» из Курска. Но в заключительном матче десногорцы уступили победу опытной команде из «Костромы» КС «Русь». Молодежная команда «Динамо Русатом» была самой юной на турнире и временами показывала хорошую и зрелую игру. Но этого пока оказалось недостаточно, чтобы обыграть более опытных и крупных соперников. Победителем стала команда Нововоронежской атомной станции «НВАЭС» Воронежская область. Второе место заняла команда «Спарта» Воронеж, третье – «БК Новомосковск» Тула. Все игры проходили без участия зрителей из-за эпидситуации. Следующие встречи турнира запланированы на 8 ноября и 13 декабря. В конце выпуска о погоде. 22 октября в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 9, ночью плюс 4. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин